Наталья Ивановна, здравствуйте! И в самом начале, конечно, хотим сказать вам спасибо за то, что вы согласились встретиться с нами и ответить на несколько буквально вопросов. Поскольку это наше с вами первое все-таки интервью после выборной кампании, немножко хотелось бы к ней вернуться. Для вас она была сложной, я знаю, что на вас была уже не первая, вам есть с чем сравнить. Сегодня проще оправдать доверие людей, либо все-таки какие-то сложности все-таки были? Ну, сказать, что просто, ни в одном созыве, просто ничего не дается. А выборная эта кампания была намного сложнее, потому что было большое количество вопросов, была ответственность, потому что мы понимаем, что за плечами уже не один созыв, и доля ответственности, конечно, ложится еще с большей степенью. Поэтому... Ваши избиратели что-то уже припомнили вам, может быть, ранее обещанного? Ну, те наказы, которые были на протяжении тех созывов, мы стопроцентно с ними справились. Поэтому, идя на новый срок, скажем тогда, исполнение своих обязанностей, нам было не стыдно за те дела, которые мы совершили полностью всей командой тех лет. Поэтому ни одна территория, о которой шла речь в Назаровском районе, не была упущена, и все дела, которые были сделаны, были сделаны только на благо Назаровского района. Что в этот раз вы обещали своим избирателям? Ну, на сегодняшний день, конкретно по моей территории, да, я скажу, я живу в небольшом селе, как Сириуль, и у нас есть проблемы, где отсутствует детская здравительная площадка, именно игровая площадка для детей. И мы обязались, что в этом созыве мы эту проблему решим. Ну, в основном такие проблемы, как на всех территориях вода, свет, они актуальны, да, никуда они не деваются. Но скажу, что с этими проблемами мы работаем на протяжении всего созыва, и конкретно не стоит вопрос там по дорогам, по воде. Поэтому вот здесь у нас есть вопрос по школе, когда требовался ремонт нашей крыши, но эту проблему мы уже буквально вот на протяжении небольшого периода времени, мы ее решили. То есть нам был выделен 1 миллион на школу, ремонтные работы уже закончились, и школа введена в эксплуатацию, хотя именно то крыло, которое было ремонтировано, работы ремонтные закончились. Ну, образование, образование это ваша сфера, да, где вам все близко и знакомо. Тем не менее, вы все-таки шли по списку партии «Единая Россия», поэтому надо теперь охватить всю территорию. Какие другие проблемы сегодня существуют в Назаровском районе на других территориях? Ну, на других территориях, мы скажем, если касаемо образования, что у нас есть территории, на которых, ну, кровлю надо менять, да, где у нас сантехника вышла из строя, и по истечению многих лет не проводилось соответствие. Поэтому здесь мы будем над этим работать, конечно. Есть территории, на которых нет банкоматов, и это тоже, как бы, одна из проблем. Есть территории, на которых не ходит транспорт, да, как бы хотелось по тому графику, который привычный для наших жителей. И это тоже, как бы, проблемы. С этими вопросами мы будем работать. Проблема в Назаровском районе, которая уже, ну, оскоминно набила, это водоснабжение, да, в ряде территорий. Здесь как намерены действовать? Ну, на сегодняшний день мы можем сказать по Преображенской территории, где уже запускается проект «Чистая вода», где выделены огромные средства. Ну, и по мере поступления средств в бюджете мы будем решать эти проблемы, конечно, и освещать их, и думать о том, что вот, если мы будем говорить по образованию, то мы на сегодняшний день думаем о том, как фильтровать воду именно в учреждениях образования. Поэтому этот вопрос, естественно, он важный, нужный, и на контроле у нас будет. А что сегодня за проблема сложилась по поводу обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием? Я не вижу в этом проблемы. То есть ни одного обращения от жителей Назаровского района в этом не было. Не знаю, от кого вы владеете такой информацией. Есть у вас такое обращение? У нас в Назаровском районе нет такого обращения, ни одного. Ну, я знаю, что в социальных сетях эта тема широко обсуждалась. Ну, не знаю, у нас ни одного обращения точно не было. И зная по образованию не понаслышке, я точно утвердительно могу сказать, что такой проблемы нет. То есть если родители не освещены, не информированы правильно, то, может быть, какие-то нюансы есть, но на сегодняшний день все начальные классы точно находятся по программе президентской на бесплатном питании горячем. А дети, которые на подвозе, так называемом, им что гарантировано от образовательного учреждения? У них также горячее питание. Если у них собранный весь соцпакет, где они подтверждены, что они находятся на бесплатном питании, они питаются. Есть дети категории детей, которые питаются платно. И это нормально. То есть первое гарантированное питание, оно у всех есть. Подождите, кто питается платно? Мы сейчас с вами говорим о начальных классах. О начальных классах, да. Ну, я могу вам сказать конкретно. Мои дети, которые обучаются в Сахаптинской школе, они на обед платный, платный обед у них. А что у них бесплатное? Завтрак у них бесплатный, как у всех. А в городе не так? Что-то как-то иначе выглядит в районе? Почему? Все точно так же. То есть если мы собираем соцпакет, где предусмотрено, что ребенок питается бесплатно, и его бюджет не позволяет, то это бесплатное питание. Подождите, президент сказал, все дети начальных классов обеспечиваются горячим питанием. Да. О каких деньгах идет речь? Это идет о завтраке. И обед, который предусмотрен социальными выплатами. Насколько я помню, в городе на депутатской комиссии обсуждался этот вопрос очень широко. И руководитель управления образования сказала о том, что завтраки бесплатные, дети на подвозе, обед для них также бесплатный. Это у тех категорий детей, у которых собран весь соцпакет. Да. Все, я вас поняла. Хорошо, давайте немножечко еще о здравоохранении. Как здесь население Назаровского района обеспечено услугами? Ну, начнем с того, что, хотя этот вопрос у нас как бы не стоял в плане, да, но, скажем, проблемы сегодня со здравоохранением, она, конечно, есть, да, но она в каком плане есть? Потому что население в какой-то мере не полностью информировано о том, как можно записаться на прием к узким специалистам. Если мы говорим про территорию Степной, то там все сработано через регистратуру, мы фиксируем, да, и сами врачи записывают их на очередь, но есть территории, в которых нету, скажем, тех же терапевтов, и они осуществляют свою деятельность на подвозе, да, есть же такие территории. Ну, здесь немножечко сложно, потому что им самостоятельно приходится записываться в регистратуру, в городскую, ну, это и есть сложность, да, учитывая еще, что и подвоз надо осуществлять, и приехать вовремя. Здесь есть помощь. А проблема с узкими специалистами есть? Ну, конечно, есть, даже с терапевтами, скажем так, да, на территориях есть, поэтому... Ну, не все в наших руках, да, мы же не можем их, собственно, ручно выращивать и... А ФАБы сегодня есть на каждой территории? Конечно, на каждом населенном пункте. Конечно, конечно. То есть здесь вот в любом случае минимальная медицинская помощь, но... Конечно, на каждой территории она есть, да. А какие вы вообще вот видите проблемы? Вот на что вы бы обратили внимание и вообще вот в первую очередь попробовали хотя бы, попытались как-то решить? Вот острые какие-то проблемы, может быть, 3-4 назовете? Так, ну, что мы скажем? Ну, первая проблема – это питьевая вода, да, ее качество. Вторая – это точно медицина, да, скажем так. Ну, проблемы МУП ЖКХ, да, у нас есть такие. Ну, и что еще мы можем сказать? А МУП ЖКХ, вот что вы имеете в виду? Ну, МУП ЖКХ, допустим, на территории именно Сахапты есть проблема, да, с нашим МУПом. Поэтому вот здесь сейчас эта ситуация взята под контроль и будем ее... Ну, это какого рода проблемы? Ну, проблем много, да, скажем так. Плохо работает предприятие, нет контакта? Нет, у нас там долги по населению, да, с этими долгами нам надо срабатывать. Население не платит, есть часть населения, которое не платит ни за воду, ни за потребляемую энергию, поэтому здесь есть вопрос, который требует решения вот такого. То есть проблема-то, по сути, получается не с предприятием, а с населением? А с населением, конечно. Поэтому вот здесь надо будет работать как с главами, так и с населением. А предприятие, на ваш взгляд, насколько успешно справляется с поставленными задачами? Все-таки это же МУП, муниципально-унитарное предприятие, учредитель непосредственно администрации города, наверняка работают в тесном контакте. Конечно. Ну, вот здесь у меня вопросов к МУПу на сегодняшний день пока нету, поэтому вот в этом кресле я человек новый, поэтому еще много вопросов для меня, с которыми мы будем справляться вместе с нашим депутатским корпусом, решать себе эти вопросы. Ну, не могу не спросить, коли же вы заговорили о этом кресле. Скажите, все-таки вы здесь работаете за заработную плату либо на освобожденной основе? На сегодняшний день я работаю за заработную плату, как вы говорите, то есть на постоянной основе. Скажите, пожалуйста, Наталья Ивановна, долго вас пришлось уговаривать вообще стать председателем Назаровского районного совета депутатов? Нет, пришлось недолго. То есть, после того, как прошли выборы, и я была в списке, когда коллеги предложили возглавить совет депутатов, я согласилась. Ну, в списке вы были только 12-й, а вот никто из 11-ти предыдущих не захотел? Ну, надо познавать что-то новое, поэтому решила попробовать свои силы. Раз коллеги доверяют, надо оправдывать доверие. А лично вам было, вот, может быть, немножко волнительно, страшновато принимать такое решение? Конечно, это же особая ответственность. Надо понимать, что за твоими плечами весь Назаровский район. Поэтому, конечно, это надо быть насколько безответственным человеком, чтобы без волнения принимать такие решения. Скажите, а вы бы согласились работать бесплатно в этом же самом кресле? Угу, такой вопрос. Ну, почему бы и нет? Не все делается за деньги, скажем так, да? А как вы вообще относитесь к тому, что в районном совете вставал этот вопрос? О том, чтобы перевести председателя на освобожденную основу? Положительно. В связи с чем? Почему вы думаете так? Было бы лучше. Я не говорю, я не берусь судить сейчас, это лучше или хуже, но что работать, как вы говорите, на постоянной или не на постоянной основе, здесь не решается рублем, здесь ответственностью решается вопрос. Да? Насколько человек ответственный будет подходить к тем или иным вопросам за заработную плату или без. Ну, это ведь еще и вопрос организации работы всего районного совета. Понятно. Конечно. Это же ведь время. Я все понимаю, но я же шла на этот шаг намеренно, обдуманно, да, скажем. Поэтому для меня не встанет вопрос, если это вдруг встанет на непостоянной основе. Поскольку вы были в прежнем составе депутатского корпуса, не могу не спросить, а почему вот в экстренном порядке прошлый депутатский созыв решил все-таки рассматривать этот вопрос? И почему не обратились к уставу? Хорошо. Вот такой информации у нас точно не было. Я не знаю, откуда владеете вы ею. Этот вопрос никогда не ставился ни на сессии, ни на комиссии, и не рассматривался. Подождите. Галина Владимировна Ампилогова, глава Назаровского района, на телеканале «Пирамида» озвучила, что депутаты такое решение приняли. То есть, получается, без вашего участия? Подождите. А ни на комиссии, ни на сессии такого вопроса точно освещено не было. Поэтому я вам утвердительно говорю, что этот вопрос не рассматривался ни на сессии, ни на комиссии. То есть, вы сейчас говорите о том, что Галина Владимировна ввела всех в заблуждение? Сейчас я ничего не говорю. Вы мне создали вопрос, я на него ответила, что ни на комиссии, ни на сессии такой вопрос не рассматривался. И вы на этом настаиваете? Настаиваю. Ну, а предполагалось его рассмотрение? Предполагалось. Но рассмотренного не было. Хорошо. Скажите, пожалуйста, депутатский корпус, Назаровский районный совет депутатов, он кому подчиняется? Ну, во-первых, он подчиняется председателю, затем главе, да, скажем так. Назаровского района? Конечно. А в уставе написано, что глава Назаровского района подконтрольно Назаровскому районному совету депутатов. Что вы на это скажете? Ну, вот здесь я могу заблуждаться, потому что не все статьи нашего устава я еще изучила, потому что, ну, в силу своей занятости не все вопросы еще в моей голове отложились. Ну, коль уж там так именно написано, вот не могу не спросить, хватит ли у вас воли, сил задавать главе Назаровского района вопросы, в том числе и неудобные? А почему нет? Если это касаемо жизни и благосостояния района, почему нет? То есть у нас и те созывы не было, ну, никакого недопонимания. Если у нас были вопросы, мы их решали на комиссии в открытой форме, задавали вопросы и главе, и председателям, и членам комиссии. То есть вот здесь, я не знаю, в чем препятствие вы видите. Нет, я не вижу препятствий, я просто хотела у вас поинтересоваться. Скажите, пожалуйста, вообще вот насколько тесно вы работаете вместе, депутаты, от какой бы партии они ни были, глава Назаровского района? Как часто вы встречаетесь, как часто обсуждаете насущные какие-то проблемы? Ну, вот скажу честно, да, собираемся мы еженедельно, потому что у нас будут проходить, начиная со следующей недели, все комиссии. Раз у нас три комиссии, значит, это три встречи точно, и четвертая, это проходит у нас сессия. Поэтому каждую неделю мы встречаемся, а в телефонном режиме мы решаем все насущные вопросы, которые нас интересуют, это точно. И не надо ждать четверга. Если у человека поступил вопрос, который не отлагает решений, ну, естественно, никто не будет ждать четверга. Поэтому в экстренном порядке мы их решаем даже в телефонном режиме. А Галина Владимировна обращается за помощью к депутатам? Конечно. Даже, скажу более, перед каждой сессией Галина Владимировна рассказывает о тех делах района, которые точно требуют внимания, каких-то правильных решений, да, на обсуждение. То есть не происходит ничего тайного, что бы могло происходить на ваше видение. Поэтому все открыто, и депутаты владеют всей информацией, и позитивной, и если есть какие-то вопросы на непонимание, да, мы обязательно их разъясняем. Какого сегодня складываются отношения с прежним председателем районного совета Светланы Анатольевны Носковой? Дружеские. Мы с ней дружим тесно, потому что по той специфике, что мы являемся педагогами, проработав пять лет, ну, нельзя не подружиться чисто по-человечески, да, и сказать доброе утро, как дела бы, как здоровье и так далее. Поэтому все замечательно. Сегодня в депутатском корпусе у «Единой России» большинство, но тем не менее есть два представителя и либерал-демократов. Как с ними у вас? Уже вот контакт какой-то сложился? Конечно, конечно. И Иван Алексеевич, даже, скажу более, он быстро прям коммуникабельно влился в наш состав, даже поставил прививку на территории Степновской больницы, скажем так. Поэтому никаких разграничений, что являются разными, не отъедули мчать, нет. Все хорошо. Он с вами постоянно на связи. Почему спрашиваю? Потому что он все-таки человек иногородний. Да. То есть у нас контакты всех депутатов есть, и когда интересующий какой-то вопрос, не надо ждать вечера или утра. Любой удобный момент. И об этом мы проговорили за чашечкой чая, когда у нас закончилась сессия. Мы все пили дружный чай. У нас такая традиция, после сессии мы пьем чай, разговариваем о своих домашних проблемах. И оба представителя были за чашечкой чая вместе с нами. А о проблемах жителей района продолжаете рассказывать? Конечно. Куда без них. Скажите, а уже какие-то обращения от жителей были? Ну вот я скажу, тот список, который сформировали, когда проходила выборная кампания. Сейчас мы ее формируем тем, как сказать правильно. Сейчас скажу. Те наказы, которые сформированы на сегодняшний день, мы смотрим, те наказы, которые требуют быстрого, мгновенного решения, они, естественно, остаются на первый план. Те, которые требуют решения, не зависящие, не просто от нас, естественно, они не уходят на второй план, но ждут своего решения. Когда мы можем это, мы же не можем в едином экземпляре это решить. Поэтому ждем комиссии, на которых мы точно будем рассматривать данные вопросы. Если мы скажем по Сахапте, где говорят о банкомате, ну это, естественно, в одну секунду это не решить. Это надо выходить на Сбербанк, писать претензию, почему до сих пор у нас не установлен этот банкомат и так далее. Скажите, а вот еще такой вопрос, не могу не спросить, просто упустила в ходе разговора. Вот сегодня организована подвозка детей в образовательные учреждения. Я знаю, что были там какие-то проблемы, детям приходилось сидеть, ждать в школе. Подождите, на какой территории было такое обращение? Вот конкретного обращения, точно, что дети, где-то произошла какая-то задержка, точно не было. То есть у нас чисто по графику автобусы подходят к определенному времени в сопровождении сопровождающего, соблюдая все нормы, правила безопасности, скажем так, и обработка и рук, и антисептики, и термометрии мы проходим до входа в автобус. То есть вот здесь не могу ничего сказать, откуда у вас такая информация. У нас такой информации точно нет. И выезд из учебного заведения точно идет по графику и по расписанию. Закончились учебные занятия. Детей уже ожидает автобус. Потому что за это отвечает сопровождающий, который вызывает автобус. А состояние остановочных павильонов, на ваш взгляд, не достойно того, чтобы им уделили какого-то внимания? Ну, над этим вопросом надо думать. Во-первых, обращения такого от жителей точно не было. Если будет такое обращение, то будем над этим думать. Над решением вопроса. Ну, а своим взглядом вы нигде не зацепились за то, чтобы... Ну, вот, допустим, если обсуждать нашу территорию, на нашей территории у нас все замечательно. То есть у нас остановочная площадка есть. У нас, если это холодное время суток, то у нас оговорено с клубом, который открывает двери детям, которые приходят. Поэтому здесь вот... если будут обращения, мы, конечно, это будем рассматривать. Мы же понимаем... Наталья Ивановна, наверняка вы понимаете то, что сегодня у вас есть, скажем так, оппоненты, они теперь уже, не назову их политическими, но тем не менее, поднимают много тем, вопросов, проблем. Все это обсуждается, все это размещается в социальных сетях. Вот ваше отношение к этому? Я скажу откровенно, я сейчас имею в виду Евгения Бригидов. Ну, такие люди есть. Ну, наверное, они должны быть для того, чтобы нам было над чем работать. Поэтому... В каком плане? То есть они вас подталкивают к чему-то другому, обращают внимание на что-то? Возможно. Вы бы их назвали помощниками, противниками, врагами, кем? Ну, здесь несколько нюансов, да, можно сказать. Да, с какой-то стороны, может быть, подталкивают, да, как вы говорите. А с другой стороны, ну, не всегда делают правильные вещи и говорят не всегда честно, что это не в наших полномочиях. Поэтому, оповещая это, ну, не всегда происходит это честно и правильно. И заблуждая при этом население. Проблемы сегодня у бюджета есть? Ну, проблемы во всех сферах есть, скажем так, да. Бюджет не исключение, поэтому... Охарактеризуйте в двух словах, какие жители живут в Назаровском районе, что это за люди? Ну, скажу так, добрый, открытый, честный. Вы можете смотреть им открыто в глаза? Да, почему нет? Себя в этой должности охарактеризуете. Какой вы будете? Ну, я могу сказать, какой есть. На сегодня есть, да. Открытый, честный, мобильный, активный житель района. А принципиальный? Принципиальный. Конечно, принципиальный. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Наталья Ивановна, где можно ознакомиться с материалами, с тезисами, с чем вы шли вообще на выборную кампанию? Потому что в этом году она не была вот настолько широка, как это было в принципе. Возможно, из-за пандемии, возможно, какие-то другие были причины. Но наверняка же... Это было в средствах массовой информации. Поэтому со всеми материалами можно было ознакомиться там. Советское причло имя. Это было выставлено на нашем сайте. Поэтому, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Спасибо, что уделили нам время. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.